Доброе утро, любимый январский Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! На календаре 20 января, четверг, и пришла пора начинать нашу утреннюю программу. На телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Но вернемся на секундочку в прошлый год. В декабре 2021 года один из сервисов по поиску работы провел опрос среди трудоустроенных россиян, чего они ожидают от работы в новом году. Более половины, 55%, ждут прежде всего повышения зарплаты, 33% надеются обрести в работе стабильность, 27% адекватное руководство. Для многих россиян важен карьерный рост, а также новые и интересные задачи. Часть россиян ждет улучшения условий труда, снижения нагрузки и признания своих заслуг. О стабильности в работе чаще остальных говорили респонденты старше 35 лет, а россияне в возрасте до 34 лет ждут в 22-м году карьерного роста. А мы уже дождались очередной прекрасной композиции от партнера программы «Салона цветы и штучки». Этим утром в студии «Репортеры 73» для вас работаем мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. Ну, начинаем. «Утро с репортером» – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Зима – не повод забывать о футболе и о бульяновской «Волге». Которая, к слову, отправляется на сборы на Черное Средиземное море. Да, 1 февраля впервые в наступившем году команда соберется в полном составе в тренировочном комплексе «Будкэмпл» в селе Широкая Балка, близ Новороссийска. Там волжане пробудут вплоть до Дня защитника Отечества. Запланированы пять контрольных игр. Итак, по порядку. С новороссийским черноморцем, с курским авангардом, с сахалинцем и с Калугой. И соперник еще в одном товарищеском матче пока неопределенный. После этого небольшого перерыва до марта и путешествия на сборы в Турецкую Анталью, где намечены еще пять тренировочных матчей. Да. И, кстати, стало известно о первом расторжении контракта с игроком футбольного клуба в 22-м году. Волгу по обоюдному согласию покинул хавбек Дмитрий Малыхин. Он пришел в стан желто-черных летом, дебютировал 12 сентября в игре с пермской звездой. Кроме этого, перед Новым годом по соглашению сторон Волгу покинули Илья Гелезуддинов и Дауд Далиев. Тему спорта и здорового образа жизни продолжим далее. Всем привет! Сегодня мы будем делать очень полезное упражнение для области таза. Для этого нам нужно будет опуститься вниз спиной на коврик. Давайте. Итак, когда мы легли на спину, мы прижимаем поясницу к полу. Стопа идет к стопе, а колени мы разводим в стороны. И здесь важно контролировать, чтобы поясничный отдел не поднимался от пола наверх, а был прижат. Да, скорее всего, ваши бедра поднимутся наверх, но зато поясница будет полностью прижата к полу. И тогда весь позвоночный столб будет вытягиваться. В этот момент мы с вами начинаем давить пятками друг на друга, колени разводим в сторону. Вдох, живот надувается, выдох, живот сдувается, дыхание оставляем прежним. А вот здесь мы можем увеличить нагрузку путем давления наших рук на бедра. Но в этот момент не забывайте про пятки. Пятками давите друг на друга. Лучше давить пятки на выдохе, а на вдохе все-таки давать чуть-чуть телу расслабиться. Если поясница чуть приподнимается от пола, постарайтесь вернуть ее на место. Можно еще увеличить ощущение, убрав руки за голову и вытянув бока и позвоночный столб. И в этом положении мы с вами начинаем делать несколько дыхательных циклов. Вдох носом, животом. А на выдохе живот сдувается. И в момент выдоха мы давим с вами пятками друг на друга. Это положение очень полезно всем, особенно женщинам. В период критических дней рекомендую выполнять это упражнение каждый день, можно несколько раз в день. Беременным оно также очень полезно. И после пяти-семи циклов дыхания вы почувствуете, что ваши бедра пойдут ниже. Я вам рекомендую расслабить ваши бедра, опустить руки на живот, закрыть глаза. И еще два-три дыхательных цикла, просто побыть в расслабленном положении, расправив колени в стороны. После того, как вы закончите, мягко, аккуратно приподнимайте бедра с двух сторон с помощью рук, поставьте стопы на пол и поднимайтесь. Благодарю вас за практику. Всем пока. Ульяновск собираются защитить от точечной застройки. Об этом на встрече с журналистами заявил глава города Дмитрий Вавилин. Он также отметил, что в городские правила землепользования и застройки планируют внести изменения и возвратить процедуру обязательных публичных слушаний при возведении точечных объектов. Таким образом, если где-то начинается стройка и в радиусе 100 метров от нее попадает жилой дом, то перед выдачей разрешения на строительство в обязательном порядке будут проводиться публичные слушания. Если местные жители согласятся и их все устроят, то разрешение будет выдано. Если нет, то нет. Изменения планируют принять в феврале. Их катализатором послужила ситуация в доме на улице Клубной 1А. Местные жители категорически против возведения дома по данному адресу. Точку в вопросе должен поставить суд. Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Омикрон атаковал уже 13 субъектов России. Зафиксирована болезнь у 305 человек. Всего же за минувшую неделю выявлено порядка 15 миллионов зараженных в мире. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии. Штамм омикрон постепенно вытесняет дельту. Высокая заразность, присущая новому типу вируса, может привести к шестизначным цифрам заболевших за сутки в пределах нашей страны. Заболевший человек пришел домой, можно считать, что вся семья заболела. Тем более при омикроне болеют не только старшая возрастная группа, но также болеют и дети. То есть заболеваемость помолодела. Вирус поражает организм уже на второй день после контакта с зараженным. Омикрону присущи симптомы гриппа, но переносится он куда хуже. Опасен и для детей в зоне риска все так же остаются пенсионеры. Региональный Роспотребнадзор постановил до 7 марта вакцинировать не менее 80% людей в возрасте от 60 лет и старше. Единственный способ обезопасить самую уязвимую группу. Областной Минздрав мобилизовал все силы, готовясь к новому удару пандемии. Все послабления для бизнеса временные. В ближайшие недели большая доля вероятности очередных строгих запретов. Тучи, что называется, сгущаются. Альфу, бету, гамму, дету мы преодолели. Идем дальше, но не по алфавиту. Теперь место главного невидимого врага занимает омикрон. Но, как и все остальные, его победить можно. По словам экспертов, в этом поможет вакцинация. Исследования уже доказали, что у вакцинированных пациентов выделение вируса происходит на несколько порядков ниже, чем у невакцинированных. То есть развитие инфекционного заболевания у них сдерживается вакциной. Повторная вакцинация по расписанию. На этот раз спутником Лайт. Полгода назад спутник ВИП, по словам губернатора, помог избежать болезни, несмотря на постоянный контакт со многими людьми. За Алексеем Русских пошли и другие руководители регионального аппарата. Я считаю, что вакцина очень эффективна, она действительно действенна. И считаю, что необходимо всем вакцинироваться. Порядка 180 тысяч доз каждого из существующих препаратов во всех областных пунктах вакцинации. Лекарства против коронавируса в достаточном количестве, чтобы вместе предотвратить очередную волну. И вновь заглянем в ушедший год. И поговорим о том, какими услугами ульяновцы пользовались чаще всего в 2021 году. Аналитики подвели итоги рынка услуг и выделили основные тренды. Да, и вот по сравнению с 2020 годом рейтинг востребованных услуг немного изменился. В частности, услуги в области садовых работ и благоустройства загородных участков. Проведение интернета и настройка телекомоборудования оказались в нем ниже, чем в прошлом году. Более востребованными стали услуги специалистов по установке техники и уходу за животными. Заметно возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг. Не отстают по уровню спроса и услуги в области ремонта и строительства. Во время карантина произошел всплеск популярности частных услуг на дому в сфере бьюти-индустрии. В Ульяновске спрос на такие услуги за 2021 год вырос на 69%. Потребители все чаще предпочитают обращаться к мастерам напрямую, поэтому этот год количество предложений от бьюти-мастеров в Ульяновске увеличилось аж на 21%. Вот такие результаты принес нам год 2021. О других интересных новостях расскажем прямо сейчас. Опасно ли прыгать? В общем, намного безопаснее, чем переходить улицу на пешеходном переходе, на зеленый свет для пешеходов. Там выходишь за борт, все зависит от тебя. 25 января 1972-й десятиклассник Иван Трушников совершает свой первый прыжок на аэродроме Ульяновского ДСАФ. Страха не было, вспоминает Иван Павлович. В памяти стойкое ощущение того, как несмотря на мороз за бортом, в полете резко стало жарко. С того момента школьник буквально заболел небом и ради прыжков не раз прогуливал уроки. Объявите, у кого нет ни разу, чтобы в школе не появлялись. Ну вот я-то несколько раз не появился. Валенков, окол-то дырка, шнурок ставлен, привязывали к ноге, чтобы при раскрытии не улетели. Сегодня на счету Ивана Павловича 907 прыжков. Дневных и ночных на сушу и воду. Любовь к небу он объединил еще с одной фотографированием. В кадре все те, кто рядом во время и после прыжка. Малявка небольшого росточка. Ребята брали ее на 3-4 километра. Нужно было обучить свободным падением. Но прыгала она с таким парашютом. А он весом 18 килограмм. А запасной 5 килограмм. И вот она после приземления запасной ложила, шла с основным скотчем, ложила, возвращалась за запасным. Но прыгала. Знаете, что тут привлекло? Эту фотографию организаторов выставки. Цветовая гамма. Это тут интересно вообще. Эти презенты расстелены. Условно называют столы. Раньше на столах укладывали такой высоты парашюты. А потом отказались. Тент. Кто-нибудь такие, как на палатках они шли. Но название осталось прежним. Стало. Облака, планета, земля, парашютисты. В экспозиции несколько серий фотографий. Всего около 40 работ. Здесь остановлены мгновения, волнение и счастье. Небесные краски и земные пейзажи с высоты птичьего полета. Место приземления Гагарина. За Индесом что? Ну, космонавты. Трибуна. Красная – это дымовая шашка, ветер направление показывает. На парашюте приземление строго по самолетному, только против ветра. А это серия фотографий, посвященных семье Соютиных, сделанная в 2004 году в городе Энгельс. На фото супруги Елена и Алексей и вот их дочка Саша, которой 8 лет. И она впервые совершила свой первый прыжок с высоты 100 метров. В небе и на земле с парашютом и фотоаппаратом и так почти 40 лет. Ивану Трушникову удалось передать через объектив те самые незабываемые эмоции и чувства окрыленности, что испытываешь во время очередного полета. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Пустой бюджет, пустые желудки школьников. Льготную поддержку для детей из многодетных, малоимущих семей в Ульяновском районе отменили с ноября 2021 года. Поддержка, гарантированная верховной государственной властью, отменена в отдельно взятом муниципальном решении местных властей. Родителей учеников такой расклад привел в крайнюю степень возмущения. Семья Макаровых из поселка Сухая долина многодетная с февраля 2020. Отмена льготы стала, если не ударом, то существенной финансовой неприятностью. Двое школьников с утра и до вечера на занятиях. Учреждения в соседнем поселке, до дома далеко. И чисто физически питаться дети могли только в школе. Родители, конечно, в отличие от местных властей, голодать их не заставили. Семейный бюджет перекроили. Есть же и более незащищенные семьи. То есть, если мы еще как-то здесь вот, ну, нашли возможность, нашли какие-то вот, да, выделили какие-то средства. В чем-то себя лично где-то, может быть, ужали. Но детей мы, как бы, на первом месте, да, о них вопрос ставить всегда. На какое место ставят детей местная власть, можно судить по поступкам. До сих пор вопрос с финансированием не решен. Но проблема сдвинулась с мертвой точки, дойдя до регионального правительства. Глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев доложил. Из-за финансовых трудностей района решено было приостановить льготу, чтобы перебросить эти средства на другие нужды. На какие именно, не пояснил. Грубо говоря, на детях сэкономили. По итогам первого квартала депутатам внесем предложение для восстановления питания в полном объеме. Там, где реально эта проблема есть, то есть есть разные случаи, то подходим индивидуально. И депутатский корпус и меценаты берут на себя питание детей. Обнадеживает, что от родителей из других районов сигналов СОС не поступало. Ульяновский единственный, но существует другая проблема, связанная с заботой о детях в области. Не все нуждающиеся оказываются включенными в списки на получение помощи. Включить пять категорий, которые имеют право на льготное питание. Вот здесь не у всех муниципалитетов все пять категорий заведены для поддержки семей. Проблему с питанием обещали решить в кратчайшие сроки. В январе, возможно, пересмотрят приоритеты и в школах снова накроют обеденный стол для детей. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. На корте катается два-три человека, один-два, и мы заливаем большую площадку. Но, тем не менее, мы многие годы ее заливали. К нам поступило предложение от Министерства спорта Ульяновской области. В связи с тем, что должно было в сентябре-октябре прийти оборудование по федеральной программе развития спорта. Суть предложения – вместо бесполезной коробки построить поле с искусственным газоном и модульными раздевалками, новым освещением, и в целом эту парку только на пользу. Участок передали спортивной школе Олимпийского резерва по футболу. И вроде бы, какой тут может быть спор, что плохого в футболе? Но местные жители инициативу восприняли, мягко говоря, с недоверием, ожидая вороха сопутствующих проблем. Тут и возможный наплыв автомобилей, и вообще, почему их-то не спросили? Вы должны балансировать интересы граждан, балансировать. Первый, проснулся чиновник, балансировать должен интересы. А не то, что чиновникам сладко, а остальным проблемы. Да вы копите проблем, вы их не решаете. Одну проблему вы решаете, три копите, это не управление. То есть здесь два мальчишки будут играть в футбол за деньги, а у нас там будут между машин бегать. При этом руководитель спортивной школы уверяет, что не за деньги, а бесплатно. И вообще, площадка будет доступна всем желающим, но с определенными условиями. Здесь будет у нас заниматься детская спортивная школа. Значит, в первую половину дня есть возможность проводить занятия общеобразовательным школам по запросу. Что касается вечернего времени, значит, опять-таки, организованные какие-то группы жителей, тоже как бы здесь будет предоставлено время для занятий. Но люди обещаниям чиновников давно не верят, во всем ожидая подвоха. Если сейчас спасовать, потом территорию уже не отбить. Что мешало залить площадку в этом году, если строить начнут ближе к весне. Но есть и альтернативный взгляд на ситуацию. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Мы занимаемся в Центре развития творчества. Двое старших моих сыновей занимаются шахматом. Но когда мы посещаем детский лагерь, когда мы посещаем этот парк, трое из моих детей занимаются, например, футболом. И когда сказали вот эту новость, что здесь будет футбольное поле, оно будет с покрытием, для нас это, наоборот, это радость какая-то для родителей. Я отец троих детей. Я живу в 27-м доме. И живу там 15 лет. Я вижу, как используется площадка, как она использовалась. Летом она никак не использовалась. Зимой, если хороший был лед, нормальный, ровный, залит, на нем катались. Если кочками, то не катались. Вот я... Должны быть разные точки зрения, правильно? Я как местный житель говорю, что мне и моим детям эта площадка нужна. Налицо классическая ситуация. Три страны, три разных мнения и куча вопросов. Почему именно тут? Почему не посоветовались? Так и осталось непонятно, почему территорию прикрыли сейчас, если футбол только летом. Да и жалобы людей понятны. Цитата. Плевок в виде катка рядом, маленького, их не устраивает. Но все же логическую точку споря удалось поставить. Решено подождать до лета, так сказать, опробировать. Если поле людям зайдет, то его оставят. Если нет, то вернут, как было. Городские спасатели были уверены, сложностей не будет. Опыт подъема тяжелой техники из водоемов имеется. Тем более, что на месте ЧП, кроме затонувшего трактора, оказался и тяжелый бульдозер той же дорожной компании. Сперва трактор обследовали водолазы, затем они же провели стальные тросы, обеспечив надежный захват пострадавшей техники. А дальше дело за малым. Бульдозер дал полный вперед. Следующее решение – разрыхлить грунт под гусеницами бульдозера, обеспечив более устойчивое сцепление с грунтом. Пять минут работы, и поле для новой попытки подготовлено. Снова тросы, снова рывок от берега. Попытки достать провалившийся под лед трактор на Свяжском пляже напротив Аквамола продолжаются. Только что было совершено три подхода. С помощью бульдозера и тросов пострадавшую технику попытались достать на берег, но мешает толстый лед. Он не дает вытащить трактор, который ушел в полыдью. Сейчас спасатели ждут прибытия сюда экскаватора, с помощью ковша которого собираются разрушить лед и после этого совершить еще одну попытку. В ожидании еще одной единицы техники спасатели попробовали распилить лед. И частично это удалось. Спецоборудование, которое используют в том числе для подготовки крещенских купелей, с массой твердой воды справляется хорошо. Одна беда – слишком медленно. В итоге на пляже появился экскаватор той же компании, которая принадлежит утонувший трактор. Многотонная машина легко пробилась к застрявшей в полыдне технике. На этих кадрах видна реальная толщина льда на Свияжской акватории. В течение трех с половиной часов проводилась операция по тому, чтобы извлечь данное транспортное средство, принадлежащее частная организация, с того места, где он находился. Ответа, зачем тракторист вывел тяжелую машину на Свияжскую акваторию, так и нет. На момент спасательной операции его уже не было на месте происшествия. Известно, что мужчину забрали медики, но после осмотра его состояние признали удовлетворительным, а от госпитализации он отказался. Евгений Луковкин, Юрий Давыдов, репортер 73. Жительница нашего ТОСа, ну, скажем так, в ситуацию попала, сломала ногу. И ей на реабилитацию было необходимо учиться потихонечку ходить. Мы ей предоставили, и порядка, наверное, двух недель она потихонечку-птихонечку дома у нас занималась вот этой дорожкой. Сейчас у нее потребность в этом отпала, и мы обратно привезли. Тренажеры мобильные и стационарные, доступны бесплатно в спортклубе ТОС «Володарец». Оборудование собирали разными путями, приобретали на выигранные в конкурсах средства и просто получали в подарок. У себя в гараже, в погребе солил ей капусту. Этой гирей? Этой гирей. Это был у нее как гнет груз. И вот настолько она пропиталась вот этой кислотностью, что она даже не поддается обработке ни болгаркой, ничем-ничем. Мы пытались ее зачистить. 32-килограммовый раритет, конечно, останется, но больше как музейный экспонат. ТОС «Володарец» недавно узнал о победе в конкурсе президентских грантов. Так что больше миллиона рублей пойдет на закупку современных спортивных приспособлений и зарплату специалистов. Здесь ЗОЖ рулит, а параллельно на рельсы встает компьютерная грамотность. Пенсионеров бесплатно обучают свободному и безопасному плаванию в интернете, а также ориентированию в дебрях сайта госуслуг. Ну и традиционно в Володарце дружат, поют и танцуют. Как совсем юные, так и очень мудрые. У нас никогда ничего не болит. Мы всегда в тонусе. Вдохновение. Такое прямо азарт. Вот я маленького роста, а вот когда я выйду туда на танец, я как будто выросла, я постройнела, я помолодела. Я ощущаю себя так. Молодой, высокой, стройной, красивой. Президентские гранты получат 22 ульяновские некоммерческие организации. Суммарно на разные благие цели в регион придет порядка 32 миллионов рублей. Без малого 3,5 миллиона в поддержку проекта аквариабилитации «Рыбка моя». Его воплотит в жизнь Центр помощи людям с синдромом Дауна «Я не лишний». Звоним руководителю Христине Семакиной с поздравлениями и узнаем. Все начнется весной. 1 апреля уже занятия. На Кошкин дом выделят около 2 миллионов. Так что подарок судьбы, единственный в регионе лицензированный приют для бездомных животных, станет теплее и гостеприимнее. А в мостовой Слободе будет вкуснее. Социальную пекарню и проект «Хлеб всему голова» поддержат полумиллионной дотацией. Всего же в Ульяновской области без малого 2000 разнопрофильных некоммерческих организаций. Большинство занимается социальным обслуживанием населения. Также ставят на ЗОЖ и спорт, медицину и образование. Понятно, что в первую очередь они рассчитывают на гранты и субсидию. Это поддержка различных фондов, некоммерческих организаций, крупных и государства. Но также организации могут зарабатывать и оказывать услуги, в том числе платные. Это законом не запрещено. И становиться поставщиками социальных услуг. А те, кто попадает в специализированный реестр таких поставщиков, получают компенсацию от государства. У нас остается какая-то копеечка, и мы за счет этих средств оказываем помощь и жителям, и оплачиваем коммунальные услуги. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Девиз Ульяновской области «Опора души и державы». Опора Ульяновской области – люди, выпустившиеся из этих стен. Аграрный университет дает хорошее образование и практический опыт. Современные технологии и активная цифровизация позволяют студентам всегда оставаться на передовых позициях. Если прежде специалист должен был отработать 20 и более лет для того, чтобы у него развить эти навыки и опыт, для того, чтобы он мог принять решение о сроках сева, о том, с какой нормой высело сеять, с какой машиной, какую машину использовать, какие там почвы и так далее, то сейчас существует база данных, которые облегчают эту работу, и молодежь может использовать опыт прежних поколений за счет накопления вот этой цифровой информации. Агрономы, механизаторы, ветеринары. Именно они помогали фронту в тылу. Именно они восстанавливали разрушенное войной сельское хозяйство. Именно они внедряли передовые технологии по всему Союзу. Именно они сумели пережить лихие девяностые. Именно они двигают практическую и научную аграрную мысль сегодня. У нас есть единственная в России умная цифровая ферма. У нас есть серьезная и крупная ветеринарная клиника. У нас есть акваториальная лаборатория, где мы выращиваем. Осетровых видов рыб, африканского клариума, у нас есть очень мощная микробиологическая школа, которая позволяет выполнять очень серьезные исследования. Циолит и диатомит – пищевые добавки для животных буквально у нас под ногами. Популяризацией и внедрением подкормки занимаются специалисты УЛГАУ. Работа очень перспективная. Добавка не только помогает вырастить здоровых сельскохозяйственных животных, но и ускоряет заживление переломов у домашних питомцев. Богат кальцием, кремнием и помогает в усвоении всех этих мировых веществ. И это важно для всех животных. И поэтому мы сейчас продвигаем эту тему. И написание диссертации у меня идет. Студенты, аспиранты, выпускники двигают науку и развивают аграрный сектор региона. Регион оказывает всестороннюю поддержку специалистам, настоящим и будущим, наряду с государственными программами и развитой грантовой системой. Мы видим громадное количество стипендиальных программ, большое количество грантовых форм поддержки молодых ученых, очень большие, хорошие действующие механизмы поддержки молодых специалистов, которые еще не имеют практического опыта, но закончили университет и идут работать по специальности. Работа на земле сегодня снова привлекает молодежь, и не только сельскую. Владислав Диков вместе со своим научным руководителем разработал новую модель почвообрабатывающего катка. Я с самого детства проводил время на даче, поэтому земля мне как бы нормальная, я отношусь и к селу, и к городу, то есть мне спокойно отношусь. Да, может, отстанусь в Ульяновской области. Зерна Воронежского зооветеринарного института упали на благодатную почву. Появившиеся в день рождения Ульяновской области на Ульяновской земле новые учебные заведения остаются одним из флагманов аграрного образования всего Приволжского федерального округа, приумножая славу нашего региона. Евгений Луковкин, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Область на пороге новой угрозы. Омикрон атакует Америку и Европу. Агрессивный вирус уже проник на территорию России. Готовы ли мы к встрече с ним? Что с региональными запасами кислорода и лекарств? Почему медики уверены, что только вакцина защитит от сложных и ужасных последствий коронавируса? Ответы обязательно будут 22 января на прямой линии телеканала «Репортер 73» с 18 до 19.00. Оставляйте ваши вопросы по животрепещущей теме в наших социальных сетях. Звоните предварительно по телефону 8 84 22 30 40 73. Звоните в студию во время прямого эфира в субботу, 22 января с 18 до 19.00 по местному времени. С молитвами, песнопениями и яркими огнями христиане следуют к Иордане, совершая одно из таинств священного праздника – Крестный ход. И начинаются ледяные купания. Считается, что тот, кто окунется в освященную воду, будет здоров, полон сил, а еще смоет грехи. Поэтому в проруби традиционно собралось много желающих. Окунуться в ледяную воду – задача не из простых. Чтобы решиться на этот отчаянный поступок, нужно обладать крепким здоровьем и быть сильным духом. В награду за смелость – яркие ощущения. Это не передать словами. Сразу, можно сказать, очистился от грехов и стал жить лучше. Все, как полагается, проходило под присмотром спасателей. Безопасность прежде всего. В первую очередь были подготовительные мероприятия проведены в плане очистка, подготовка, пропилка, ограждения. Содействие оказала администрация города по очистке, полиция обеспечения безопасности, правопорядка. Наша задача – именно проведение манипуляций человека, когда проводят омаяние. Наша задача была контролировать вход и выход. По обычаю воду перед купанием осветили. В этот раз ульяновцам повезло. Им благоволила комфортная погода. Возможно, благодаря потеплению, а может и по воле Божьей, на реку Свиягу пришли и те, для кого окунуться в Ордань в новинку. Первый раз сегодня окунались. Да, да. Как впечатление? Очень, но яростное, очень хорошее. Да, холодно просто. Мало кто знает, но окунались в освященную воду на крещение Господне не всегда. Это народная традиция, к церковной традиции никакого отношения это не имеет. Это было такое, причем традиция это не совсем такая уже давняя, потому что она, ну вот, последние 15-20 лет только вот начала так вот сильно развиваться. До этого не было никогда, потому что, ну, как-то вот христианину ему, ну, как сказать, ну, наверное, неудобно лезть в эту воду. Тем не менее, приверженцев традиции с каждым годом становится все больше. В Ульяновске окунуться в Ордань решили около двух тысяч человек. Среди них и глава региона. Ощущение просто потрясающее. Я после работы съездил сегодня на взрывах, пробежался еще по биатлонной трассе на лыжах. Сейчас вот успели в 12 часам на крещение, иступали в коробе. Это традиция, которую я поддерживаю уже лет 20, и отступать не собираюсь. Конечно, и про здоровье забывать не надо. Врачи советуют перед погружением тщательно подготовиться и здраво оценить свои возможности. Поэтому, если вы планируете приобщиться к этому священному действу в следующем году, то стоит начинать готовиться уже сейчас. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Флаги развиваются. Над Виновской рощей дымы от фальшфейеров в цветах российского триколора. На лыжной трассе Ульяновской спортивной школы Олимпийского резерва по биатлону прошел традиционный флешмоб. МЧС за здоровый образ жизни. Но, так сказать, не развлечением единым. Здесь же состоялись областные соревнования по лыжным гонкам среди пожарных частей Федеральной противопожарной службы в зачет Спартакиады Главного управления. Приняли участие 14 команд подразделений Федеральной противопожарной службы. Также приняла команда службы аэропорта Ульяновск-Восточный, представленная ветеранами пожарной охраны. Соревнования прошли в теплой, дружественной атмосфере. Данные соревнования, я считаю, помогают развивать все качества, которые необходимы сотрудникам Федеральной противопожарной службы. Всего около 75 человек. Участники 15 команд пробежали эстафету 4 по 3 километра. Спортивный праздник получился поистине семейным. Лыжников на дистанции громкими кричалками поддерживали жены и дети. Как утверждают сами участники гонок, занятие спортом позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и морально готовит к преодолению возможных трудностей, помогает собраться с мыслями. Нам, сотрудникам пожарной охраны, присуща энергия, активность, спортивное долголетие. Сегодня мы выявляли лучших спортсменов. Я всех поздравляю с этим мероприятием. Все, кто принял участие, молодцы. Среди нас были ветераны пожарной охраны, Сальников Андрей Иванович, который много лет отдал пожарную охрану. Всех поздравляю с этим праздником. Ура, товарищи! В результате упорной борьбы первое место завоевали спортсмены спецуправления номер 87 НЧС России. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда ветеранов. Замкнули тройку лидеров лыжники пожарно-спасательной части номер 2. Новогодние распродажи рулонных штор и жалюзи на screen73.ru Суперцены в Светофоре. Горбуша свежемороженая 189,90 за килограмм. Яйцо куриное С2. 30 штук 167,90. Во всех магазинах Светофор. Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда. С добавкой здравур не сушка. Куры несутся зимой, как летом. Фабрики «Элегант» требуются сотрудники. Швеи, портные, комплектовщики, термоотделочники. Можно без опыта работы. Обучение на месте. Оформление пот и КРФ. Достойная зарплата. Работа в центре города. Улица Радищева, 39. Телефон 58 68 50. По данным сайта Кисметео, 18 января в Ульяновске пасмурно, снег. Температура воздуха по области ночью минус 3, минус 7. Днем от нуля до минус 4 градусов. В городе температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем от минус 1 до минус 3. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров втутного столба. Творческая мобилизация. Сегодня, 20 января, завершился прием заявок от ульяновских организаций для участия в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Да, свои проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий могли направить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. На выбор в зависимости от тематики проекта предложено несколько направлений. «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны», «История преодолений и побед», «Вехи» и «Многонациональный народ». Это могли быть межотраслевые проекты в области культуры, классического и современного искусства, программы по поддержке молодых дарований, фестивали, премии и форумы, образовательные и наставнические инициативы. Ну, раз сроки подачи заявок заканчиваются сегодня, то нам остается только дождаться результатов. Победители назовут не позднее 31 марта 2022 года. Тему культуры в своей рубрике продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. В такие же студионные январские дни, но в 1972 году в Ульяновске был сдан новый объект – Дворец культуры профсоюзов. Немножко об истории Дворца. Он единственное учреждение культуры и досуга в области, а возможно и в стране, которое бьет рекорды по числу переименований. В 1988 году ДК профсоюзов стал центром культуры и досуга. Через три года он назывался уже культурно-досуговым центром молодежи. В 2006 году реорганизован в Центр народного творчества и искусства. В 2009 назывался Центром народной культуры. А еще через год вновь переименован в ДК губернаторский. За годы существования Дворца в нем проведено более трех тысяч мероприятий. Пятидесятилетие ДК губернаторский будет отмечать в этом году, но в марте. Потому что именно в марте 1972-го здесь состоялся новый концерт. Объект, который потребовал некоторых доделок. В феврале классик отечественной эстрады певец и композитор Юрий Антонов отпразднует 77-летие. Но еще за месяц до этого события его отметили в Ульяновске единственным в своем роде концертом. Самые известные шлягеры Юрия Михайловича прозвучали в исполнении Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов. Под аккомпанемент коллектива под управлением Артема Белова выступил гость из Москвы, солист оркестра войск нацгвардии Максим Щербицкий. Это очень интересный музыкальный материал, и для меня большая честь и радость была погрузиться в его творчество. И действительно, очень непростой вокальный материал, потому что, вы знаете, найти свое в музыке Антонова вокально, как вокалисту, это непросто, потому что очень не хотелось повторять, потому что это неповторимо, и сложно очень то, что звучит у миллионов, у меня с детства, у кого-то с молодости, из радиоприемников, из телевидения, то есть у нас все это в подсознании уже, мы знаем эти песни и помним, но я постарался в этой программе свой взгляд донести, свое отношение, конечно же, к нашему современнику и композитору, который действительно обладает потрясающим мелодизмом. Большинство песен, которые в программе, они имеют народное такое звучание. Сейчас аналогов вот такого мелодизма и такой музыки нет. Сам Максим с песнями Антонова, как и многие соотечественники-меломаны, знаком с раннего детства. У нас дома стояла радиола «Сириус» и пластинки, и на ней лежали пластинки. И вот, в принципе, тот музыкальный материал, который там вот был представлен в пластинках, в принципе, я сейчас и исполняю, потому что там была итальянская эстрада 81-го года, ну, Умберто Тодзе там и многие-многие другие, в том числе и Тодд Кутуни. И лежала пластинка Юрия Антонова, она гибкая пластинка еще была, и такого небольшого формата, не... — Миньон. — Миньон, да, точно, называются миньоны они. И он был в клетчатой рубашке, я как сейчас вот помню, там на этой пластинке, там море-море, значит, и еще несколько песен. И вот лежали буквально вот несколько пластинок, которые врезались мне в память, и такое воспоминание из детства. И я даже подумать не мог, что я уже, будучи музыкантом, состоявшимся, соприкоснусь с этой программой. И, честно говоря, я не решился бы на нее, и дело случая, и я долго психологически вот как-то примерял, потому что после академических программ с симфоническим оркестром, романсовых каких-то программ, да, очень непросто было это все на себя, потому что все-таки это у Юрия Антонова легкий теноровый голос, и узнаваемым очень, и сделать что-то там подобное, это, ну, просто как вокалисту неинтересно, а прожить и донести от себя это все пережить, очень трудно, авторский материал. Поэтому вот попытались найти интересные аранжировки. «Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя, я лечусь в тебя, как зеркала, тогда мой дружок я не вижу в нем любовь, И думаю о том, что в ней Давай не выйдет смех, когда Сверху подражать их И вот, что в ней А жизнь еще длиннее» Ален, скажи, пожалуйста, в твоем понимании стильный человек — это кто? Смотря какой, мужчина либо женщина. М-м-м, ну как ты, ну хорошо, ну давай мужчина, я так более заинтересован в этом плане. Мужчина стильный — это какой мужчина? Стильный, опрятный, опрятный, ухоженный. Хорошо, девушка, женщина. Да то же самое, практически, да, только вот с изюминкой. У каждой женщины должна быть маленькая изюминка. А вот как ты считаешь, вот обывательское мнение о стиле и профессиональное мнение о стиле, они как-то отличаются? Думаю, да. Обывательское — это вот в основном, по мнению, вот как… Нравится, не нравится. Да, нравится, не нравится, а профессиональное мнение опирается уже на какой-то базис, на цвета, на прочее. Ну что ж, наши мнения, я думаю, нашим зрителям были сейчас понятны и просты, а вот что скажут профессионалы, мы узнаем прямо сейчас в эфире рубрика «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Мы сегодня с вами будем делать вот такое вот кольцо для салфеток из проволоки. Нам для этого с вами потребуется вязальная проволока, краска у меня в баллончике, любого цвета, который вам нужен, и кусачки. Отрезаем необходимое количество проволоки и мотаем ее по необходимому нам диаметру. Я мотаю ее немножко так небрежно, мне кажется, это добавляет определенного шарма нашему кольцу. Мотаем. 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 Когда вы смотали ваше кольцо, можно кончик закрепить, чтобы оно было более плоским, или оставить так, чтобы кольцо было более свободным. Мне нравится более воздушный вариант. Далее вам нужно покрасить ваше кольцо краской из баллончика. После высыхания вы можете использовать его уже для сервировки. Вот такой вот вариант у вас получится в итоге. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Доброе утро. Мы продолжаем «Любой случай становится ярким, когда спасаешь чью-то жизнь». Вот на такую цитату я недавно наткнулся. Как считаешь, кому принадлежит, Алёна, данное изречение? Не знаю. Лучше расскажи. А я расскажу. Даже не я расскажу, а наш гость сегодня расскажет. Именно ему-то и принадлежит данная цитата. Это у нас сегодня Хапман Марат Эрикович, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. Марат Эрикович, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, действительно, вы возглавляете такое учреждение, которое непосредственно занимается тем, что несет благо, спасает жизнь, да, донорство. И вот расскажите, пожалуйста, вот год у нас 21-й завершился, 22-й начался. Какие-то, может быть, итоги и какие-то, может быть, планы? Вот так вот давайте. Да, можно подвести итоги. Итоги этого ушедшего года. Честно говоря, мы, конечно, надеялись на худшие, потому что год пандемийный, масса, так сказать, препятствий всевозможных и так далее, и так далее. Естественно, так сказать, и огромное количество заболевших. И, естественно, вакцинация, так сказать, что тоже в какой-то степени, в некой степени, я бы сказал... Повлияло. Почему? Потому что вакцинированный донор мог прийти после повторной вакцинации только через 30 дней. То есть в общей сложности уходил 51 день для того, чтобы попасть на станцию после вакцинации, для того, чтобы попасть на станцию прививания крови и, естественно, сдать кровь. Это как-то реально вот так негативно влияло на ситуацию? Ну, на первых порах может быть, а потом, вы знаете, ситуация выправилась, и стало все очень даже хорошо. Я вам могу сказать, что в этом году у нас пришло на 3 тысячи доноров гораздо больше, чем было по предыдущим. Серьезно? Да, это практически 20% плюсом. А вот так по стране... И в основном молодежь. В основном молодежь. И спада в Ульяновском регионе не звучит. Как ни странно, да, мы ожидали все-таки, так сказать, а получилось совсем наоборот. Поэтому мы очень рады. Здорово. Но вот сейчас, чтобы стать донором, что-то вот особенное нужно в связи с тем, что пандемия-то продолжается, COVID-19... Здоровье, что ли? Да, 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 да. Естественно, донором может быть только здоровый человек. Да. Само собой разумеется, если человек привился, так сказать, то есть после первой на вакцинации, значит, он 21 день ожидает, так сказать, до второго, так сказать, периода прививки, и после второго, соответственно, он приходит уже, так сказать, через 30 дней. А почему именно так? Ну, так положено, по крайней мере. Ага. Состояние здоровья должно быть отличным. Да, конечно, конечно. То есть мы должны понять, так сказать, есть ли какие-то побочные эффекты после прививки и так далее, и так далее. А возрастной диапазон в основном молодежи касается? Ну, на сегодняшний день... Донор молодой человек? Нет, сейчас донор молодой человек. И это очень отрадно. Почему? Потому что, по большому счету, ну, мы, во-первых, ведем, естественно, пропаганду. Вчера ваши коллеги у нас были в гостях. Да. Вот. За что им огромное спасибо. Спасибо, естественно, и вам. Почему? Потому что вы тоже относитесь к СМИ. Вот. И самый основной, так сказать, самый основной посыл, и, наверное, призыв, так сказать, к донорству в основном идет через средства массовой информации. Поэтому еще раз повторяюсь, огромное вам спасибо за это. Ну, вот, может быть, такой несколько наивный вопрос. Вот чем сейчас живет служба крови? Вот 22-й год начался. А может быть, какие-то тоже особенности? Может быть, какие-то новшества? Какие цели и задачи сейчас стоят перед службой? Ну, основная, конечно, цель и задача, так сказать, это обеспечить, так сказать, Ульяновскую область и жителей Ульяновской области тем количеством компонентов крови, которые необходимы, естественно, в лечебном процессе. Плюс они должны быть вирус-безопасными. Ну, и надеемся на то, что все-таки, так сказать, каким-то образом потихонечку начнем менять оборудование. Потому что, в общем, так сказать, велись некие разговоры. Вот вчера у нас тоже, так сказать, были представители администрации области. Ну, будем надеяться, что будет какой-то прорыв. Потому что, естественно, вот оборудование мы получали давным-давно. Это было более 10 лет уже. Ну, тем не менее, оно работает. Естественно, надеемся на то, что будут какие-то изменения приятные для нас, будем так говорить. Ну, конечно, конечно. А вообще, вот современные технологии донорства, они вот как сейчас у нас, на каком уровне взаимодействия, так скажем? Я вам могу сказать, что на сегодняшний день, так сказать, мы заготавливаем, так сказать, перерабатываем и храним все компоненты крови, естественно, по самому последнему слову науки и техники, естественно, которые используются в медицине, а в особенности в службе крови Российской Федерации. Оборудование, ну, будем так говорить, в свое время, так сказать, оно было одной из лучших. И мы одни из первых получили, так сказать, некое оборудование, которое, так сказать, вот, можем сказать, могу сказать, что не попало в другие регионы, а попало к нам. Поэтому, естественно, все заготавливается, перерабатывается, хранится на самом высоком уровне. А вот обязательно ли приходить в регистратуру? Обязательно ли вот все вот эти вот проволочки, которые раньше были? Или сейчас, да, вот как говорится, одним кликом взять и записаться, взять и стать донором, стать на какой-то учет, ну, и так далее, и тому подобное. Вот как-то вот так вот дистанционно вопрос решается? Нет, дистанционно вопрос решиться не может. В любом случае донор должен прийти, донор должен, так сказать, пройти все те мероприятия, которые обязательны, естественно, для донора. А давайте озвучим, Борис Эрикович. Да, например, стоит. Конечно. Мы должны понять просто, что донор здоров, что у нас к нему нет никаких вопросов, так сказать, по его здоровью, да. Почему? Потому что, опять же повторяюсь, донором должен быть только здоровый человек, потому что его кровь, естественно, пойдет больному пациенту. И мы не должны пропустить какие-то, так сказать, моменты негативные, да, которые могут повлиять на здоровье реципиентов в будущем. Да, да. Но через какие процедуры он должен пройти? Он проходит, так сказать... Создать кровью? Нет. Он, естественно, он проходит, во-первых, собеседование, так сказать, с трансфузиологом. Он проходит, так сказать, соответствующие мероприятия, связанные с тем, ну, то есть опрос, болел ли он когда-либо, чем ли он болел, так сказать, есть ли у него какие-то хронические заболевания. Потому что существует огромное количество медотводов, естественно, для тех людей, которые принесли те или иные заболевания, у которых есть хронические заболевания. И само собой разумеется, ну, просто эти люди не допускаются до кроводачи. Почему? Потому что ими самим в этом плане может быть хуже, чтобы не было никаких побочных эффектов, так сказать, да. То есть наша цель, так сказать, это ноли-ноцеры, то бишь не навреди. Мы не должны навредить ни донору, ни рецепиенту в будущем. Скажите, пожалуйста, какая самая частая причина, по которой отказывают? Медотвод. Нет, не в смысле там плохое здоровье, а вот самая... Как это сказать? Ну вот почему? Причина отказа? Да, болезнь какая-то, что ли? Ну, конечно, то есть в основном это хронические какие-то заболевания, инфекционные заболевания, естественно, они в первую очередь, а в особенности инфекционные заболевания, которые передаются, так сказать, именно гемотрансфессивные, через гемотрансфессивный барьер, так сказать. Я вот знаю, что люди, которые стремятся вот так вот помочь, какое-то вот благо нести, и которые получают вот этот самый медотвод, ну, да, по противопоказаниям, по состоянию здоровья, они могут вот не страдать, не печалиться. Есть какая-то альтернатива в плане волонтерской деятельности, может быть, вот развитие донорства. Почему нет? Почему нет? То есть любой человек может, так сказать, агитировать, заниматься донорством, стать донором и так далее, и так далее. То есть, пожалуйста, это, в общем, любой порыв душевный, любого, так сказать, нашего гражданина. Я считаю, что это надо делать обязательно, потому что я всегда повторяюсь, кровь не течет из крана, ее сдают здоровые люди, и на сегодняшний день, к сожалению, альтернативы как таковой не придуманы и не завретено. Хотя есть какие-то нюансы, но тем не менее. Вы почетный донор России. Я тоже почетный донор, да. Конечно, да. Факт вообще известный. Скажите, а вообще вот у нас на данный момент в регионе много ли почетных доноров? Это число... Да, конечно, я этому очень рад. Это число приближается к 11 тысячам. Это достаточно... Ну, там есть и почетные доноры, так сказать, СССР, и есть почетные доноры России. И я рад тому, что с каждым годом у нас все больше и больше их становится. Как стать почетным донором России? Надо сдать как минимум 40 раз кровь, либо же 60 раз плазму. Вот, и, естественно, можно стать почетным донором. Вы свыше 70 раз, по-моему, да? Да, уже ближе к 80, наверное. Скажите, а сколько за раз берут кровь? Берут 450 миллилитров крови. Это физиологическая доза. Либо же 600 миллилитров плазмы. Это тоже физиологическая доза. А вот вы почетный донор. Вам никогда не было интересно? Вы не подсчитывали, сколько примерно литров крови вы сдали? Послушайте, если честно, нет. Сложно ответить. Даже ради интереса почему-то не было такой мысли. Но я считаю, что каждый человек, который становится донором, либо же хочет стать им, человек, который не должен задуматься, сколько он раз сдал или сдаст, он просто должен задуматься над тем, что он кому-то поможет, он спасет чью-то жизнь. Это вот то самое добровольное и безвозмездное донорство. Совершенно верно. Я считаю, что это правильно. И каждый нормальный человек в нашем государстве должен поступать именно так. А какой-нибудь случай из врачебной практики или из донорской практики? Я вам хочу сказать... Привести. Да, привести пример. Самый простой пример. Дело в том, что мы же сдаем дозу как раз 450 миллилитров, естественно. Мы не переливаем цельную кровь, это давно уже делается. То есть, кровь делится на нескольких компонентов. И, как ни странно, а чаще всего так и получается, то есть, одному пациенту нужно достаточно большое количество, так сказать, либо же Р-массы, либо же плазмы, либо же, так сказать, других компонентов, либо же тромбоцитов и так далее, и так далее, и так далее. И дело в том, что вот в спасении человека участвуют, ну, самые малые, от двух и до бесконечности доноров. Поэтому, понимаете, ну, примеры можно приводить до бесконечности. Единственное, что, то есть, вот даже от маленькой дозы, так сказать, для ребенка, там, 10-5 миллилитров, так сказать, крови всего лишь навсего, там, или Р-массы имеется в виду, да, или какого-то другого компонента, там, для новорожденного. И там до... У нас в нашей практике было такое, что мы перелили 62 литра крови рженицы, но, к сожалению, ее не удалось спасти. Ну, тем не менее, так сказать, вот представляете, от скольки доноров были прилиты компоненты крови. Да, ну, то есть, на сегодняшний день дефицита... На сегодняшний день дефицита нет, но я всегда говорю, что дефицит есть. Почему? Потому что доноры должны приходить, доноры должны сдавать эту кровь. И, естественно, тогда, да, мы будем справляться с теми объемами заявок, которые, так сказать, поступают из лечебной сети нашего города и нашей области. Процесс должен быть беспрерывным. Конечно. Постоянно стабильным. Конечно. У нас есть хранилище, так сказать, но, в общем, достаточно большое. Мы обеспечены плазмой, так сказать, мы ее на сегодняшний день по всем, так сказать, медицинским канонам храним на сегодняшний день, так сказать, порядка трех лет. То есть у нас 12 тонн этой плазмы. Естественно, мы, допустим, плазмой можем обеспечить однозначно, так сказать, не только даже Ульяновскую область, если уж на то пошло. Хотя такие ситуации тоже случаются. Естественно, мы помогаем, так сказать, и близлежащим регионам. И если необходимо нам, то мы взаимодействуем с ФМВА России, так сказать, с больницей, которая находится в Димитровграде. Тоже обмениваемся компонентами и так далее. Ну, в общем, спасаем жизнь людей. Ну, здорово. Мне кажется, когда есть такие люди, когда есть такая служба, и когда есть такие рассуждения, такие мысли озвучиваются. Сегодня так уж и плохо. Ну, что ж, Марат Эрикович, с наступившим новым 2022-м вас и службу, которую вы возглавляете. Спасибо большое. Успехов. И пусть все будет все хорошо. Спасибо. Спасибо огромное. Если позволите, я тоже хочу поблагодарить всех наших доноров, в том числе, так сказать, все сотрудники станции переливания крови. В большинстве случаев тоже являются донорами, и они первыми приходят на помощь, так сказать, если что-то крайне необходимо, и если вам приходится ждать других доноров, которых привезут или которые приедут, то первыми приходим на помощь мы. Спасибо за встречу. Спасибо. Всего наилучшего. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Хапман Марат Эрикович, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. А мы продолжаем. Зима – не повод забывать о футболе и о Ульяновской Волге. Которая, к слову, отправляется на сборы на Черное Средиземное море. Да, 1 февраля впервые в наступившем году команда соберется в полном составе в тренировочном комплексе «Буткэмпл» в селе Широкая Балка, близ Новороссийска. Там волжане пробудут вплоть до Дня Защитника Отечества. Запланированы пять контрольных игр. Итак, по порядку. С Новороссийским черноморцем, с курским авангардом, с сахалинцем и с Калугой. И соперник еще в одном товарищеском матче пока не определен. После этого небольшого перерыва до марта и путешествия на сборы в Турецкую Анталью, где намечено еще пять тренировочных матчей. Да. И, кстати, стало известно о первом расторжении контракта с игроком футбольного клуба в 22-м году. Волгу по опоюдному согласию покинул хавбек Дмитрий Малыхин. Он пришел в стан желто-черных летом, дебютировал 12 сентября в игре с пермской звездой. Кроме этого, перед Новым годом по соглашению сторон Волгу покинули Илья Гелезуддинов и Дауд Далиев. Тему спорта и здорового образа жизни продолжим далее. Всем привет! Сегодня мы будем делать очень полезное упражнение для области таза. Для этого нам нужно будет опуститься вниз спиной на коврик. Давайте. Итак, когда мы легли на спину, мы прижимаем поясницу к полу. Стопа идет к стопе, а колени мы разводим в стороны. И здесь важно контролировать, чтобы поясничный отдел не поднимался от пола наверх, а был прижат. Да, скорее всего, ваши бедра поднимутся наверх, но зато поясница будет полностью прижата к полу. И тогда весь позвоночный столб будет вытягиваться. В этот момент мы с вами начинаем давить пятками друг на друга, колени разводим в сторону. Вдох, живот надувается, выдох, живот сдувается, дыхание оставляем прежним. А вот здесь мы можем увеличить нагрузку путем давления наших рук на бедра. Но в этот момент не забывайте про пятки. Пятками давите друг на друга. Лучше давить пятки на выдохе, а на вдохе все-таки давать чуть-чуть телу расслабиться. Если поясница чуть приподнимается от пола, постарайтесь вернуть ее на место. Можно еще увеличить ощущение, убрав руки за голову и вытянув бока и позвоночный столб. И в этом положении мы с вами начинаем делать несколько дыхательных циклов. Вдох носом, животом. А на выдохе живот сдувается. И в момент выдоха мы давим с вами пятками друг на друга. Это положение очень полезно всем, особенно женщинам. В период критических дней рекомендую выполнять это упражнение каждый день, можно несколько раз в день. Беременным оно также очень полезно. И после 5-7 циклов дыхания вы почувствуете, что ваши бедра пойдут ниже. Я вам рекомендую расслабить ваши бедра, опустить руки на живот, закрыть глаза и еще 2-3 дыхательных цикла просто побыть в расслабленном положении, расправив колени в стороны. После того, как вы закончите, мягко, аккуратно приподнимайте бедра с двух сторон с помощью рук, поставьте стопы на пол и поднимайтесь. Благодарю вас за практику. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Омикрон атаковал уже 13 субъектов России. Зафиксирована болезнь у 305 человек. Всего же за минувшую неделю выявлено порядка 15 миллионов зараженных в мире. Это абсолютный антирекорд за все время пандемии. Штамм омикрон постепенно вытесняет дельту. Высокая заразность, присущая новому типу вируса, может привести к шестизначным цифрам заболевших за сутки в пределах нашей страны. Заболевший человек пришел домой. Можно считать, что вся семья заболела. Тем более при омикроне болеют не только старшая возрастная группа, но также болеют и дети. То есть заболеваемость помолодела. Вирус поражает организм уже на второй день после контакта с зараженным. Омикрону присущи симптомы гриппа, но переносится он куда хуже. Опасен и для детей в зоне риска все так же остаются пенсионеры. Региональный Роспотребнадзор постановил до 7 марта вакцинировать не менее 80% людей в возрасте от 60 лет и старше. Единственный способ обезопасить самую уязвимую группу. Областной Минздрав мобилизовал все силы, готовясь к новому удару пандемии. Все послабления для бизнеса временные. В ближайшие недели большая доля вероятности очередных строгих запретов. Тучи, что называется, сгущаются. Альфу, бету, гамму, дету мы преодолели. Идем дальше, но не по алфавиту. Теперь место главного невидимого врага занимает омикрон. Но, как и все остальные, его победить можно. По словам экспертов, в этом поможет вакцинация. Исследования уже доказали, что у вакцинированных пациентов выделение вируса происходит на несколько порядков ниже, чем у невакцинированных. То есть развитие инфекционного заболевания у них сдерживается вакциной. Повторная вакцинация по расписанию. На этот раз спутником «Лайт». Полгода назад спутник «Ви», по словам губернатора, помог избежать болезни, несмотря на постоянный контакт со многими людьми. За Алексеем Русских пошли и другие руководители регионального аппарата. Я считаю, что вакцина очень эффективна. Она действительно действенна. И считаю, что необходимо всем вакцинироваться. Порядка 180 тысяч доз каждого из существующих препаратов во всех областных пунктах вакцинации. Лекарства против коронавируса в достаточном количестве, чтобы вместе предотвратить очередную волну. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, Константин Никитин, репортер 73. И вновь заглянем в ушедший год. И поговорим о том, какими услугами ульяновцы пользовались чаще всего в 2021 году. Аналитики подвели итоги рынка услуг и выделили основные тренды. Да, и вот по сравнению с 2020 годом рейтинг востребованных услуг немного изменился. В частности, услуги в области садовых работ и благоустройства загородных участков, проведение интернета и настройка телекомоборудования оказались в нем ниже, чем в прошлом году. Более востребованными стали услуги специалистов по установке техники и уходу за животными. Заметно возросла популярность онлайн-покупок и продаж различных товаров и услуг. Не отстают по уровню спроса и услуги в области ремонта и строительства. Во время карантина произошел всплеск популярности частных услуг на дому в сфере бьюти-индустрии. В Ульяновске спрос на такие услуги за 2021 год вырос на 69%. Потребители все чаще предпочитают обращаться к мастерам напрямую. Поэтому этот год количество предложений от бьюти-мастеров в Ульяновске увеличилось аж на 21%. Вот такие результаты принес нам год 21-й. О других интересных новостях расскажем прямо сейчас. Опасно ли прыгать? В общем, намного безопаснее, чем переходить улицу на пешеходном переходе на зеленый свет для пешеходов. Там выходишь за борт, все зависит от тебя. 25 января 1972-й десятиклассник Иван Трушников совершает свой первый прыжок на аэродроме Ульяновского ДСАФ. Страха не было, вспоминает Иван Павлович. В памяти стойкое ощущение того, как, несмотря на мороз за бортом, в полете резко стало жарко. С того момента школьник буквально заболел небом и ради прыжков не раз прогуливал уроки. Объявите, у кого нет ни разу, чтобы в школе не перебивались. Вот я как несколько раз не приеду. Валенков, окол-то дырка, шнурок ставлен, привязывали к ноге, чтобы при раскрытии не улетели. Сегодня на счету Ивана Павловича 907 прыжков – дневных и ночных на сушу и воду. Любовь к небу он объединил еще с одной – фотографированием. В кадре все те, кто рядом во время и после прыжка. Малявка, небольшой расточкой, ребята брали ее на 3-4 километра. Нужно было обучить свободу падения. Но прыгала она с таким парашютом, а он весом 18 килограмм, а запасной – 5 килограмм. И вот она после приземления запасной ложила, шла с основным скотчем, ложила, возвращалась за запасным, но прыгала. Знаете, что тут привлекло на эту фотографию организаторов выставки? Цветовая гамма. Это тут интересно вообще-то. Эти презенты расстелены, условно называют столы. Раньше на столах укладывали такой высоты парашюты. А потом отказались – тент. Кто-нибудь такие, как на палатках раньше шли. Но название осталось прежним, столы. Облака, планета Земля – парашютисты. В экспозиции несколько серий фотографий. Всего около 40 работ. Здесь остановлены мгновения, волнение и счастье, небесные краски и земные пейзажи с высоты птичьего полета. Место приземления Гагарина. За Энгельсом что? Ну, космонавты, трибуна. Красная – это дымовая шашка, ветер направление показывает. На парашюте приземление строго по самолетному, только против ветра. А это серия фотографий, посвященных семье Соютиных, сделанная в 2004 году в городе Энгельс. На фото супруги Елена и Алексей, и вот их дочка Саша, которой 8 лет. И она впервые совершила свой первый прыжок с высоты 100 метров. В небе и на земле с парашютом и фотоаппаратом и так почти 40 лет. Ивану Трушникову удалось передать через объектив те самые незабываемые эмоции и чувства окрыленности, что испытываешь во время очередного полета. Екатерина Терещенкова, Юрий Тимонин, репортер 73. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Пустой бюджет, пустые желудки школьников. Льготную поддержку для детей из многодетных малоимущих семей в Ульяновском районе отменили с ноября 2021 года. Поддержка, гарантированная верховной государственной властью, отменена в отдельно взятом муниципальном решении местных властей. Родителей учеников такой расклад привел в крайнюю степень возмущения. Семья Макаровых из поселка Сухая Долина многодетная с февраля 20-го. Отмена льготы стала, если не ударом, то существенной финансовой неприятностью. Двое школьников с утра и до вечера на занятиях. Учреждения в соседнем поселке до дома далеко. И чисто физически питаться дети могли только в школе. Родители, конечно, в отличие от местных властей, голодать их не заставили. Семейный бюджет перекроили. Есть же и более незащищенные семьи. То есть, если мы еще как-то здесь вот, ну, нашли возможность, нашли какие-то вот, да, выделили какие-то средства, в чем-то себя лично где-то, может быть, ужалили. Но детей мы, как бы, на первом месте, да, у них вопрос ставить всегда. На какое место ставят детей местная власть, можно судить по поступкам. До сих пор вопрос с финансированием не решен. Но проблема сдвинулась с мертвой точки, дойдя до регионального правительства. Глава администрации Ульяновского района Сергей Горячев доложил. Из-за финансовых трудностей района решено было приостановить льготу, чтобы перебросить эти средства на другие нужды. На какие именно, не пояснил. Грубо говоря, на детях сэкономили. По итогам первого квартала депутатам внесем предложение для восстановления питания в полном объеме. Там, где реально эта проблема есть, то есть есть разные случаи, то подходим индивидуально. И депутатский корпус и меценаты берут на себя питание детей. Обнадеживает, что от родителей из других районов сигналов СОС не поступало. Ульяновский единственный. Но существует другая проблема, связанная с заботой о детях в области. Не все нуждающиеся оказываются включенными в списки на получение помощи. Включить 5 категорий, которые имеют право на льготное питание. Вот здесь не у всех муниципалитетов все 5 категорий заведены для поддержки семей. Проблему с питанием обещали решить в кратчайшие сроки. В январе, возможно, пересмотрят приоритеты и в школах снова накроют обеденный стол для детей. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. На корте катается 2-3 человека. Один, два. И мы заливаем большую площадку. Но, тем не менее, мы многие годы ее заливали. К нам поступило предложение от Министерства спорта Ульяновской области. В связи с тем, что должно было в сентябре-октябре прийти оборудование по федеральной программе развития спорта. Суть предложения. Вместо бесполезной коробки построить поле с искусственным газоном и модульными раздевалками. Новым освещением. И, в целом, эту парку только на пользу. Участок передали спортивной школе Олимпийского резерва по футболу. И, вроде бы, какой тут может быть спор? Что плохого в футболе? Но местные жители инициативу восприняли, мягко говоря, с недоверием. Ожидая вороха сопутствующих проблем. Тут и возможный наплыв автомобилей и вообще. Почему их-то не спросили? Вы должны балансировать интересы, граждан. Балансировать! Первый, проснулся чиновник, балансировать должен интересы. Да, очень хорошо. А не то, что чиновникам сладко, а остальным проблемы. Конечно, прям нам сладко. Да вы копите проблемы, вы их не решаете. Одну проблему вы решаете, три копите. Это не управление. То есть здесь два мальчишки будут играть в футбол за деньги, а у нас там будут между машин бегать. При этом руководитель спортивной школы уверяет, что не за деньги, а бесплатно. И вообще, площадка будет доступна всем желающим, но с определенными условиями. Здесь будет у нас заниматься детская спортивная школа. В первую половину дня есть возможность проводить занятия общеобразовательным школам по запросу. Что касается вечернего времени, опять-таки, организованные какие-то группы жителей, тоже как бы здесь будет предоставлено время для занятий. Но люди обещаниям чиновников давно не верят, во всем ожидая подвоха. Если сейчас спасать, потом территорию уже не отбить. Что мешало залить площадку в этом году, если строить начнут ближе к весне. Но есть и альтернативный взгляд на ситуацию. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Мы занимаемся в центре развития творчества. Двое старших моих сыновей занимаются шахматами. Но когда мы посещаем детский лагерь, когда мы посещаем этот парк, трое из моих детей занимаются, например, футболом. И когда сказали эту новость, что здесь будет футбольное поле, оно будет с покрытием. Для нас это, наоборот, это радость какая-то для родителей. Я отец троих детей. Я живу в 27-м доме и живу там 15 лет. Я вижу, как используется площадка, как она использовалась. Летом она никак не использовалась. Зимой, если хороший был лед, нормальный, ровно залит, на нем катались. Если кочками, то не катались. Должны быть разные точки зрения, правильно? Я, как местный житель, говорю, что мне и моим детям эта площадка нужна. Налицо классическая ситуация. Три страны, три разных мнения и куча вопросов. Почему именно тут? Почему не посоветовались? Так и осталось непонятно, почему территорию прикрыли сейчас, если футбол только летом. Да и жалобы людей понятны. Цитата, плевок в виде катка рядом, маленького, их не устраивает. Но все же логическую точку споря удалось поставить. Решено подождать до лета, так сказать, опробировать. Если поле людям зайдет, то его оставят. Если нет, то вернут, как было. Городские спасатели были уверены, сложностей не будет. Опыт подъема тяжелой техники из водоемов имеется. Тем более, что на месте ЧП, кроме затонувшего трактора, оказался и тяжелый бульдозер той же дорожной компании. Сперва трактор обследовали водолазы, затем они же провели стальные тросы, обеспечив надежный захват пострадавшей техники. А дальше дело за малым. Бульдозер дал полный вперед. Следующее решение – разрыхлить грунт под гусеницами бульдозера, обеспечив более устойчивое сцепление с грунтом. Пять минут работы и поле для новой попытки подготовлено. Снова тросы, снова рывок от берега. Попытки достать провалившийся под лед трактор на Свияжском пляже напротив Аквамола продолжаются. Только что было совершено три подхода с помощью бульдозера и тросов. Пострадавшую технику попытались достать на берег, но мешает толстый лед. Он не дает вытащить трактор, который ушел в полыдью. Сейчас спасатели ждут прибытия сюда экскаватора, с помощью ковша которого собирается разрушить лед и после этого совершить еще одну попытку. В ожидании еще одной единицы техники спасатели попробовали распилить лед. И частично это удалось. Спецоборудование, которое используют в том числе для подготовки крещенских купелей, с массой твердой воды справляется хорошо. Одна беда – слишком медленно. В итоге на пляже появился экскаватор той же компании, которая принадлежит утонувший трактор. Многотонная машина легко пробилась к застрявшей в полыне технике. На этих кадрах видна реальная толщина льда на Свияжской акватории. В течение трех с половиной часов проводилась операция по тому, чтобы извлечь данное транспортное средство, принадлежащее частной организации, с того места, где он находился. Ответа, зачем тракторист вывел тяжелую машину на Свияжскую акваторию, так и нет. На момент спасательной операции его уже не было на месте происшествия. Известно, что мужчину забрали медики, но после осмотра его состояние признали удовлетворительным, а от госпитализации он отказался. Евгения Луковкин, Юрий Давыдов, репортер 73. Жительница нашего ТОСа, ну скажем так, в ситуацию попала, сломала ногу. И ей на реабилитацию было необходимо учиться потихонечку ходить. Мы ей предоставили, и порядка, наверное, двух недель она потихонечку, потихонечку дома у нас занималась вот этой дорожкой. Сейчас у нее потребность в этом отпала, и мы обратно привезли. Тренажеры мобильные и стационарные, доступны бесплатно в спортклубе ТОС «Володарец». Оборудование собирали разными путями, приобретали на выигранные в конкурсах средства и просто получали в подарок. У себя в гараже, в погребе, солил ей капусту. Этой гирей? Этой гирей. Это был у нее как гнет груз. И вот настолько она пропиталась вот этой кислотностью, что она даже не поддается обработке ни болгаркой, ничем-ничем мы пытались ее зачистить. 32-килограммовый раритет, конечно, останется, но больше как музейный экспонат. ТОС «Володарец» недавно узнал о победе в конкурсе президентских грантов, так что больше миллиона рублей пойдет на закупку современных спортивных приспособлений и зарплату специалистов. Здесь ЗОЖ рулит, а параллельно на рельсы встает компьютерная грамотность. Пенсионеров бесплатно обучают свободному и безопасному плаванию в интернете, а также ориентированию в дебрях сайта Госуслуг. Ну и традиционно в «Володарце» дружат, поют и танцуют, как совсем юные, так и очень мудрые. У нас никогда ничего не болит. Мы всегда в тонусе. Вдохновение, такое прямо азарт. Вот я маленького роста, а вот когда я выйду туда вот на танец, я как будто выросла, я постройнела, я помолодела, вот я ощущаю себя так. Вот молодой, высокой, стройной, красивой. Президентские гранты получат 22 ульяновские некоммерческие организации. Суммарно на разные благие цели в регион придет порядка 32 миллионов рублей. Без малого 3,5 миллиона в поддержку проекта аквариабилитации «Рыбка моя». Его воплотит в жизнь Центр помощи людям с синдромом Дауна «Я не лишний». Звоним руководителю Христине Семакиной с поздравлениями и узнаем – все начнется весной. Первый апрель заняли, да? Первый апрель уже занятия. На Кошкин дом выделят около двух миллионов. Так что подарок судьбы – единственный в регионе лицензированный приют для бездомных животных – станет теплее и гостеприимнее. А в мостовой Слободе будет вкуснее. Социальную пекарню и проект «Хлеб всему голова» поддержат полумиллионные дотации. Всего же в Ульяновской области без малого две тысячи разнопрофильных некоммерческих организаций. Большинство занимается социальным обслуживанием населения. Также ставят на ЗОЖ и спорт, медицину и образование. Понятно, что в первую очередь они рассчитывают на гранты и субсидию. Это поддержка различных фондов, некоммерческих организаций, крупных и государства. Но также организации могут зарабатывать и оказывать услуги, в том числе платные. Это законом не запрещено. И становиться поставщиками социальных услуг. А те, кто попадает в специализированный реестр таких поставщиков, получают компенсацию от государства. У нас остается какая-то копеечка, и мы за счет этих средств оказываем помощь и жителям, и оплачиваем коммунальные услуги. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Девиз Ульяновской области – опора души и державы. Опора Ульяновской области – люди, выпустившиеся из этих стен. Аграрный университет дает хорошее образование и практический опыт. Современные технологии и активная цифровизация позволяют студентам всегда оставаться на передовых позициях. Если прежде специалист должен был отработать 20 и более лет для того, чтобы у него развить эти навыки и опыт, для того, чтобы он мог принять решение о сроках сеева, о том, с какой нормой высело сеять, какую машину использовать, какие там почвы и так далее, то сейчас существуют базы данных, которые облегчают эту работу, и молодежь может использовать опыт прежних поколений за счет накопления вот этой цифровой информации. Агрономы, механизаторы, ветеринары – именно они помогали фронту в тылу. Именно они восстанавливали разрушенное войной сельское хозяйство. Именно они внедряли передовые технологии по всему Союзу. Именно они сумели пережить лихие 90-е. Именно они двигают практическую и научную аграрную мысль сегодня. У нас есть единственная в России умная цифровая ферма. У нас есть серьезная и крупная ветеринарная клиника. У нас есть акваториальная лаборатория, где мы выращиваем осетровых видов рыб, африканского клариума сама. У нас есть очень мощная микробиологическая школа, которая позволяет выполнять очень серьезные исследования. Циолит и диатомит – пищевые добавки для животных буквально у нас под ногами. Популяризацией и внедрением подкормки занимаются специалисты УЛГАУ. Работа очень перспективная. Добавка не только помогает вырастить здоровых сельскохозяйственных животных, но и ускоряет заживление переломов у домашних питомцев. Богат кальцием, кремнием и помогает в усвоении всех этих мировых веществ. И это важно для всех животных. И поэтому мы сейчас продвигаем эту тему и написание диссертации у меня идет. Студенты, аспиранты, выпускники двигают науку и развивают аграрный сектор региона. Регион оказывает всестороннюю поддержку специалистам, настоящим и будущим, наряду с государственными программами и развитой грантовой системой. Мы видим громадное количество стипендиальных программ, большое количество грантовых форм поддержки молодых ученых, очень большие, хорошие действующие механизмы поддержки молодых специалистов, которые еще не имеют практического опыта, но закончили университет и идут работать по специальности. Работа на земле сегодня снова привлекает молодежь, и не только сельскую. Владислав Диков вместе со своим научным руководителем разработал новую модель почвообрабатывающего катка. Я с самого детства проводил время на даче, поэтому земля мне как бы нормальная, я отношусь и к селу, и к городу, то есть мне спокойно отношусь. Да, может, отстанусь в Ульяновской области. Зерна Воронежского зооветеринарного института упали на благодатную почву. Появившиеся в день рождения Ульяновской области на Ульяновской земле новые учебные заведения остаются одним из флагманов аграрного образования всего Приволжского федерального округа, приумножая славу нашего региона. Евгений Луковкин, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Область на пороге новой угрозы. Омикрон атакует Америку и Европу. Агрессивный вирус уже проник на территорию России. Готовы ли мы к встрече с ним? Что с региональными запасами кислорода и лекарств? Почему медики уверены, что только вакцина защитит от сложных и ужасных последствий коронавируса? Ответы обязательно будут 22 января на прямой линии телеканала Репортер 73 с 18 до 19.00. Оставляйте ваши вопросы по животрепещущей теме в наших социальных сетях. Звоните предварительно по телефону 8 84 22 30 40 73. Звоните в студию во время прямого эфира в субботу 22 января с 18 до 19.00 по местному времени. С молитвами, песнопениями и яркими огнями христиане следуют к Иордане, совершая одну из таинств священного праздника – крестный ход. И начинаются ледяные купания. Считается, что тот, кто окунется в освященную воду, будет здоров, полон сил, а еще смоет грехи. Поэтому у проруби традиционно собралось много желающих. Окунуться в ледяную воду – задача не из простых. Чтобы решиться на этот отчаянный поступок, нужно обладать крепким здоровьем и быть сильным духом. В награду за смелость – яркие ощущения. Это не передать словами. Сразу, можно сказать, очистился от грехов и стал жить лучше. Все, как полагается, проходило под присмотром спасателей. Безопасность прежде всего. В первую очередь были подготовительные мероприятия проведены в плане очистки, подготовки, пропилки, ограждения. Содействие оказала администрация города по очистке, полиция обеспечения безопасности, правопорядка. Наша задача – именно проведение манипуляций человека, когда проводят омаяние. Наша задача была контролировать вход и выход. По обычаю, воду перед купанием осветили. В этот раз ульяновцам повезло – им благоволила комфортная погода. Возможно, благодаря потеплению, а может и по воле Божьей, на реку Свиягу пришли и те, для кого окунуться в Иордань в новинку. Первый раз сегодня окунались? Да, да. Как впечатление? Очень яростно, очень хорошее. Холодно просто. Мало кто знает, но окунались в освященную воду на крещение Господне не всегда. Это народная традиция, к церковной традиции никакого отношения это не имеет. Причем традиция это не совсем такая уже давняя, потому что она последние 15-20 лет только вот начала так вот сильно развиваться. До этого не было никогда, потому что как-то вот христианину ему, как сказать, ну, наверное, неудобно лезть в эту воду. Тем не менее, приверженцев традиции с каждым годом становится все больше. В Ульяновске окунуться в Иордань решили около двух тысяч человек. Среди них и глава региона. Ощущение просто потрясающее. Я после работы съездил сегодня на взрыв, пробежался еще по биатлонной трассе на лыжах. Сейчас вот успели в 12 часам на крещение, иступались в турбе. Это традиция, которую я поддерживаю уже лет 20, и отступать не собираюсь. Конечно, и про здоровье забывать не надо. Врачи советуют перед погружением тщательно подготовиться и здраво оценить свои возможности. Поэтому, если вы планируете приобщиться к этому священному действу в следующем году, то стоит начинать готовиться уже сейчас. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Флаги развиваются. Над Виновской рощей дымы от фальшфееров в цветах российского триколора. На лыжной трассе Ульяновской спортивной школы Олимпийского резерва по биатлону прошел традиционный флешмоб. МЧС за здоровый образ жизни. Но, так сказать, не развлечением единым. Здесь же состоялись областные соревнования по лыжным гонкам среди пожарных частей федеральной противопожарной службы в зачет спартакиады главного управления. Приняли участие 14 команд подразделений федеральной противопожарной службы. Также приняла команда службы аэропорта Ульяновск-Восточный, представленная ветеранами пожарной охраны. Соревнования прошли в теплой, дружественной атмосфере. Данные соревнования, я считаю, помогают развивать все качества, которые необходимы сотрудникам федеральной противопожарной службы. Всего около 75 человек. Участники 15 команд пробежали эстафету 4 по 3 километра. Спортивный праздник получился поистине семейным. Лыжников на дистанции громкими кричалками поддерживали жены и дети. Как утверждают сами участники гонок, занятие спортом позволяет не только поддерживать хорошую физическую форму, но и морально готовит к преодолению возможных трудностей, помогает собраться с мыслями. Нам, сотрудникам пожарной охраны, присуща энергия, активность, спортивное долголетие. Сегодня мы выявляли лучших спортсменов. Я всех поздравляю с этим мероприятием. Все, кто принял участие, молодцы. Среди нас были ветераны пожарной охраны. Сальников Андрей Иванович, который много лет отдал пожарной охране. Всех поздравляю с этим праздником. Ура, товарищи! В результате упорной борьбы первое место завоевали спортсмены спецуправления номер 87 НЧС России. На вторую ступень пьедестала почета поднялась команда ветеранов. Замкнули тройку лидеров. Лыжники пожарно-спасательной части номер 2. Новогодние распродажи рулонных штор и жалюзи на screen73.ru Суперцены в светофоре. Горбуша свежемороженая 189,90 за килограмм. Яйцо куриное С2. 30 штук. 167,90. Во всех магазинах светофор Ульяновска, Инзебрыша, Кузоватова, Чердоклот и Димитровграда. С добавкой здравур не сушка. Куры несутся зимой, как летом. Фабрики «Элегант» требуются сотрудники. Швеи, портные, комплектовщики, термоотделочники. Можно без опыта работы. Обучение на месте. Оформление ПОТ и КРФ. Достойная зарплата. Работа в центре города. Улица Радищева, 39. Телефон 58 68 50. По данным сайта Кисметео, 18 января в Ульяновске пасмурно, снег. Температура воздуха по области ночью минус 3, минус 7. Днем от нуля до минус 4 градусов. В городе температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем от минус 1 до минус 3. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров втутного столба. Творческая мобилизация. Сегодня, 20 января, завершился прием заявок от ульяновских организаций для участия в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Да, свои проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий могли направить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. На выбор в зависимости от тематики проекта предложено несколько направлений. Нация-созидатели, великое русское слово, я горжусь, место силы, культурный код, молодые лидеры, история страны, история преодолений и побед, веки и многонациональный народ. Это могли быть межотраслевые проекты в области культуры, классического и современного искусства, программы по поддержке молодых дарований, фестивали, премии и форумы, образовательные и наставнические инициативы. Ну, раз сроки подачи заявок заканчиваются сегодня, то нам остается только дождаться результатов. Победители назовут не позднее 31 марта 2022 года. Тему культуры в своей рубрике продолжит Ярослав Щедров. Ему слово. В такие же студеные январские дни, но в 1972 году в Ульяновске был сдан новый объект, Дворец культуры профсоюзов. Немножко об истории дворца. Он единственное учреждение культуры и досуга в области, а возможно и в стране, которое бьет рекорды по числу переименований. В 1988 году ДК профсоюзов стал центром культуры и досуга. Через три года он назывался уже культурно-досуговым центром молодежи. В 2006 году реорганизован в Центр народного творчества и искусства. В 2009 назывался Центром народной культуры. А еще через год вновь переименован в ДК губернаторский. За годы существования дворца в нем проведено более трех тысяч мероприятий. 50-летие ДК губернаторский будет отмечать в этом году, но в марте. Потому что именно в марте 72-го здесь состоялся новый концерт. Объект, который потребовал некоторых доделок. В феврале классик отечественной эстрады певец и композитор Юрий Антонов отпразднует 77-летие. Но еще за месяц до этого события его отметили в Ульяновске единственным в своем роде концертом. Самые известные шлягеры Юрия Михайловича прозвучали в исполнении Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов. Под аккомпанемент коллектива под управлением Артема Белова выступил гость из Москвы, солист оркестра войск нацгвардии Максим Щербицкий. Это очень интересный музыкальный материал. И для меня большая честь и радость была погрузиться в его творчество. И действительно очень непростой вокальный материал, потому что, вы знаете, найти свое в музыке Антонова вокально, как вокалисту, это непросто, потому что очень не хотелось повторять, потому что это неповторимо. И сложно очень то, что звучит у миллионов, у меня с детства, у кого-то с молодости, из радиоприемников, из телевидения. То есть у нас все это в подсознании уже, мы знаем эти песни и помним. Но я постарался в этой программе свой взгляд донести, свое отношение, конечно же, к нашему современнику, композитору, который действительно обладает потрясающим мелодизмом. Большинство песен, которые в программе, они имеют народное такое звучание. Сейчас аналогов вот такого мелодизма и такой музыки нет. Сам Максим с песнями Антонова, как и многие соотечественники-меломаны, знаком с раннего детства. У нас дома стояла радиола «Сириус» и пластинки, и на ней лежали пластинки. И вот, в принципе, тот музыкальный материал, который там был представлен в пластинках, в принципе, я сейчас и исполняю. Потому что там была итальянская эстрада 1981 года, ну, Умберто Тодзе там и многие-многие другие, в том числе и Тодд Кутуни. И лежала пластинка Юрия Антонова, она гибкая пластинка еще была, и такого небольшого формата, не... Миньон. Миньон, да, точно, называются миньоны они. И он был в клетчатой рубашке, я как сейчас вот помню, там на этой пластинке, там море-море, значит. И еще несколько песен, и вот лежали буквально вот несколько пластинок, которые врезались мне в память, и такое воспоминание из детства. И я даже подумать не мог, что я уже, будучи музыкантом, состоявшимся, соприкоснусь с этой программой. И, честно говоря, я не решился бы на нее, и дело случая. И я долго психологически вот как-то примерял, потому что после академических программ с симфоническим оркестром, романцевых каких-то программ, да, очень непросто было это все на себя, потому что все-таки это у Юрия Антонова легкий теноровый голос, и узнаваемый очень. И сделать что-то там подобное, это, ну, просто как вокалисту неинтересно, а прожить и донести от себя это все пережить, очень трудно, авторский материал. Поэтому вот попытались найти интересные аранжировки. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя, я лечусь в тебя, как зеркала. Без тебя не живу без тебя, как зеркала. Алена, скажи, пожалуйста, в твоем понимании стильный человек — это кто? Смотря какой, мужчина либо женщина. Ну как ты? Ну хорошо, ну давай мужчина, я так более заинтересован в этом плане. Мужчина стильный — это какой мужчина? Стильный, опрятный, опрятный, ухоженный. Хорошо, девушка, женщина. Да, то же самое. Практически, да, только вот с изюминкой. У каждой женщины должна быть маленькая изюминка. А вот как ты считаешь, обывательское мнение о стиле и профессиональное мнение о стиле, они как-то отличаются? Думаю, да. Обывательское — это вот в основном по мнению вот как... Нравится-не нравится. Да, нравится-не нравится, а профессиональное мнение опирается уже на какой-то базис, на цвета, на прочее. Ну что ж, наши мнения, я думаю, нашим зрителям были сейчас понятны и просты, а вот что скажут профессионалы, мы узнаем прямо сейчас в эфире рубрика «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Мы сегодня с вами будем делать вот такое вот кольцо для салфеток из проволоки. Нам для этого с вами потребуется вязальная проволока, краска у меня в баллончике любого цвета, который вам нужен, и кусачки. Отрезаем необходимое количество проволоки и мотаем ее по необходимому нам диаметру. Я мотаю ее немножко так небрежно, мне кажется, это добавляет определенного шарма нашему кольцу. Добрый день, уважаемые телезрители! Когда вы смотали ваше кольцо, можно кончик закрепить, чтобы оно было более плоским, или оставить так, чтобы кольцо было более свободным. Мне нравится более воздушный вариант. Далее вам нужно покрасить ваше кольцо краской из баллончика. После высыхания вы можете использовать его уже для сервировки. Вот такой вот вариант у вас получится в итоге. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Доброе утро! Мы продолжаем «Любой случай становится ярким, когда спасаешь чью-то жизнь». Вот на такую цитату я недавно наткнулся. Как считаешь, кому принадлежит, Алёна, данное изречение? Не знаю. Лучше расскажи. А я расскажу. Даже не я расскажу, а наш гость сегодня расскажет. Именно ему-то и принадлежит данная цитата. Это у нас сегодня Хапман Марат Эрикович, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. Марат Эрикович, доброе утро! Ну что ж, действительно, вы возглавляете такое учреждение, которое непосредственно занимается тем, что несет благо, спасает жизни, да, донорство. И вот расскажите, пожалуйста, вот год у нас 21-й завершился, 22-й начался. Какие-то, может быть, итоги и какие-то, может быть, планы? Вот так вот давайте сходу начнем. В итоге этого ушедшего года, честно говоря, мы, конечно, надеялись на худшее, потому что год пандемийный, масса, так сказать, препятствий всевозможных и так далее, и так далее. Естественно, так сказать, и огромное количество заболевших, и, естественно, вакцинация, так сказать, что тоже в какой-то степени, в некой степени, я бы сказал, повлияло, так сказать. Почему? Потому что вакцинированный донор мог прийти после повторной вакцинации только через 30 дней. То есть в общей сложности уходил 51 день для того, чтобы попасть на станцию после вакцинации, для того, чтобы попасть на станцию прививания крови и, естественно, сдать кровь. Это как-то реально вот так негативно влияло на ситуацию? Ну, на первых порах может быть, а потом, вы знаете, ситуация выправилась, и стало все очень даже хорошо. Я вам могу сказать, что в этом году у нас пришло на 3 тысячи доноров гораздо больше, чем было по предыдущему. Серьезно? Да, это практически 20% плюсом. А вот так по стране... И в основном молодежь. В основном молодежь. И спада в Ульяновском регионе не звучит. Да, как ни странно, да, мы ожидали все-таки, так сказать, а получилось совсем наоборот. Поэтому мы очень рады. Ну, а вот сейчас, чтобы стать донором, что-то вот особенное нужно в связи с тем, что пандемия-то продолжается? Да, по здоровью, что ли? Да, ну, естественно, донором может быть только здоровый человек. Само собой разумеется, если человек привился, так сказать, то есть после первой на вакцинации, значит, он 21 день ожидает, так сказать, до второго, так сказать, периода прививки. И после второго, соответственно, он приходит уже, так сказать, через 30 дней. А почему именно так? Ну, так положено, по крайней мере. Состояние здоровья должно быть отличное. Да, конечно, конечно. То есть мы должны понять, так сказать, есть ли какие-то побочные эффекты после прививки и так далее, и так далее. А возрастной диапазон в основном молодежи касается? Ну, на сегодняшний день... Донор молодой человек? Нет, сейчас донор молодой человек. И это очень отрадно. Почему? Потому что, по большому счету, ну, мы, во-первых, ведем, естественно, пропаганду. Вчера ваши коллеги у нас были в гостях. За что им огромное спасибо. Спасибо, естественно, и вам. Почему? Потому что вы тоже относитесь к СМИ. И самый основной посыл и, наверное, призыв, так сказать, к донорству в основном идет через средства массовой информации. Поэтому еще раз повторяюсь, огромное вам спасибо за это. Ну, вот, может быть, такой несколько наивный вопрос. А вот чем сейчас живет служба крови? Вот 22-й год начался, а может быть, какие-то тоже особенности? Может быть, какие-то новшества? Какие цели и задачи сейчас стоят перед службой? Ну, основная, конечно, цель и задача, так сказать, это обеспечить, так сказать, Ульяновскую область и жителей Ульяновской области тем количеством компонентов крови, которые необходимы, естественно, в лечебном процессе. Плюс они должны быть вирус-безопасными. Ну, и надеемся на то, что все-таки, так сказать, каким-то образом потихонечку начнем менять оборудование. Потому что, в общем, так сказать, велись некие разговоры. Вот вчера у нас тоже, так сказать, были представители администрации области. Ну, будем надеяться, что будет какой-то прорыв. Потому что, естественно, вот оборудование мы получали давным-давно. Но это было более 10 лет уже как... Ну, тем не менее, оно работает. Естественно, надеемся на то, что будут какие-то изменения приятные для нас, будем так говорить. Ну, конечно, конечно. А вообще вот современные технологии донорства, они вот как сейчас у нас, на каком уровне взаимодействия, так скажем? Я могу сказать, что на сегодняшний день, так сказать, мы заготавливаем, так сказать, перерабатываем и храним все компоненты крови, так сказать, естественно, по самому последнему, скажем, по самому последнему слову науки и техники, естественно, которые используются в медицине, а в особенности в службе крови Российской Федерации, оборудование, ну, будем так говорить, в свое время, так сказать, оно было одной из лучших. И мы одни из первых получили, так сказать, некое оборудование, которое, так сказать, вот, можем сказать, могу сказать, что не попало в другие регионы, но это попало к нам. Поэтому, естественно, все заготавливается, перерабатывается, хранится на самом высоком уровне. А вот обязательно ли приходить в регистратуру, обязательно ли вот все вот эти вот проволочки, которые раньше были? Или сейчас, да, вот, как говорится, одним кликом взять и записаться, взять и стать донором, стать на какой-то учет, ну и так далее и тому подобное. Вот как-то вот так вот дистанционно вопрос решается? Нет, дистанционно вопрос решиться не может. В любом случае донор должен прийти, донор должен, так сказать, пройти все те мероприятия, которые обязательны, естественно, для донора. А давайте озвучим, Борис Эрикович. Да, например, что это? Конечно. Мы должны понять просто, что донор здоров, что у нас к нему нет никаких вопросов, так сказать, по его здоровью, да, почему? Потому что, опять же повторяюсь, донором должен быть только здоровый человек, потому что его кровь, естественно, пойдет больному пациенту. И мы не должны пропустить какие-то, так сказать, моменты негативные, да, которые могут повлиять на здоровье рецепиентов в будущем. Да, да. Но через какие процедуры он должен пройти? Он проходит, так сказать... Нет, он, естественно, он проходит, во-первых, собеседование, так сказать, с трансфузиологом, он проходит, так сказать, соответствующие мероприятия, связанные с тем... Ну, то есть опрос, болел ли он когда-либо, чем ли он болел, так сказать, есть ли у него какие-то хронические заболевания, потому что существует огромное количество медотводов, естественно, так сказать, для тех людей, которые перенесли те или иные заболевания, у которых есть хронические заболевания. И, само собой разумеется, ну, просто эти люди не допускаются до кроводачи. Почему? Потому что им и самим в этом плане может быть хуже, чтобы не было никаких побочных эффектов, так сказать, да, то есть наша цель, так сказать, это ноли-ноцеры, то бишь не навреди. Мы не должны навредить ни донору, ни рецепиенту в будущем. Скажите, пожалуйста, какая самая частая причина, по которой отказывают? Медотвод. Нет, не в смысле там плохое здоровье, а вот самая... как это сказать? Ну вот почему? Причина отказа? Да, болезнь какая-то, что ли? Ну, конечно, то есть в основном это хронические какие-то заболевания. Инфекционные заболевания, естественно, они в первую очередь, а в особенности инфекционные заболевания, которые передаются, так сказать, именно гемотрансфессивные, через гемотрансфессивный барьер, так сказать. Я вот знаю, что люди, которые стремятся вот так вот помочь, какое-то вот благо нести, и которые получают вот этот самый медотвод, ну, да, по противопоказаниям, по состоянию здоровья, они могут вот не страдать, не печалиться. Есть какая-то альтернатива в плане волонтерской деятельности, быть может быть, вот развитие донорства, я знаю, что... Почему нет? То есть любой человек может, так сказать, агитировать, заниматься донорством, стать донором и так далее, и так далее. То есть, пожалуйста, это, в общем, любой порыв душевный любого, так сказать, нашего гражданина. Я считаю, что это надо делать обязательно, потому что, я всегда повторяюсь, кровь не течет из крана, ее сдают здоровые люди, и на сегодняшний день, к сожалению, альтернатива как таковой не придумана. Ну, Марат Ильич. И не изобретено. Хотя есть какие-то нюансы, но тем не менее. Вы почетный донор России. Я тоже почетный донор, да. Конечно, да. Факт вообще известный. Скажите, а вообще вот у нас на данный момент в регионе много ли почетных доноров? Это число... Да, конечно, я этому очень рад. Это число приближается к 11 тысячам. Это достаточно... Ну, там есть и почетные доноры, так сказать, СССР, и есть почетные доноры России. И я рад тому, что с каждым годом у нас все больше и больше их становится. Как стать почетным донором России? Надо сдать как минимум 40 раз кровь, либо же 60 раз плазму. Вот. И, естественно, можно стать почетным донором. Вы свыше 70 раз, по-моему, да? Да, уже ближе к 80, наверное. Скажите, а сколько за раз берут кровь? Берут 450 миллилитров крови. Это физиологическая доза. Либо же 600 миллилитров плазмы. Это тоже физиологическая доза. А вот вы почетный донор. Вам никогда не было интересного? Вы не подсчитывали, сколько примерно, примерно литров крови вы сдали? Послушайте, если честно, нет. Сложно. Нет, просто ради интереса. Даже ради интереса почему-то не было такой мысли. Но я считаю, что каждый человек, который становится донором, либо же хочет стать им, человек, который не должен задуматься, сколько он раз сдал или сдаст, он просто должен задуматься над тем, что он кому-то поможет, он спасет чью-то жизнь. Это вот то самое добровольное, безвозмездное донорство. Совершенно верно. Я считаю, что это правильно. И каждый нормальный человек в нашем государстве должен поступать именно так. А какой-нибудь случай из врачебной практики или из донорской практики? Вот можете? Ну, я вам хочу сказать... Привести. Да, привести пример. То есть, ну, самый простой пример. Дело в том, что вот мы же сдаем дозу вот как раз 450 миллилитров, да, естественно, потом она... Мы не переливаем, так сказать, цельную кровь. Это давно уже, так сказать, делается. То есть, кровь делится на нескольких компонентов. И, как ни странно, а чаще всего так и получается, то есть, одному пациенту нужно достаточно большое количество, так сказать, либо же Р-массы, либо же плазмы, либо же, так сказать, других компонентов, либо же тромбоцитов и так далее, и так далее, и так далее. И дело в том, что вот в спасении человека участвуют, ну, самые малые, от двух и до бесконечности доноров. Поэтому, понимаете, ну, примеры можно приводить до бесконечности. Единственное, что, то есть, вот даже вот маленькой дозы, так сказать, для ребенка, там, 10-5 миллилитров, так сказать, крови всего лишь навсего, там, или Р-масса имеется в виду, да, или какого-то другого компонента, там, для новорожденного. И там до, у нас в нашей практике было такое, что мы перелили 62 литра крови рженицы, но, к сожалению, ее не удалось спасти. Но, тем не менее, так сказать, вот представляете, от скольки доноров были перелиты компоненты крови. Да, ну, то есть, на сегодняшний день дефицита... На сегодняшний день дефицит нет, но я всегда говорю, что дефицит есть. Почему? Потому что доноры должны приходить, доноры должны сдавать эту кровь, и, естественно, тогда, да, мы будем справляться с теми объемами заявок, которые, так сказать, поступают из лечебной сети нашего города и нашей области. Процесс должен быть беспрерывным, постоянно стабильным. Конечно, конечно. У нас есть хранилище, так сказать, но, в общем, достаточно большое. Мы обеспечены плазмой, так сказать, мы ее на сегодняшний день по всем, так сказать, медицинским канонам храним на сегодняшний день, так сказать, порядка трех лет. То есть, у нас 12 тонн этой плазмы. Естественно, мы, допустим, плазмой можем обеспечить однозначно, так сказать, не только даже Ульяновскую область, если уж на то пошло. Хотя такие ситуации тоже случаются. Естественно, мы помогаем, так сказать, и близлежащим регионам, и, если необходимо нам, то мы взаимодействуем с ФМВА России, так сказать, с больницей, которая находится в Димитровграде. Вот. Тоже обмениваемся компонентами и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, спасаем жизнь людей. Ну, здорово. Мне кажется, вот, когда есть такие люди, когда есть такая служба, и когда есть такие рассуждения, такие мысли озвучиваются. Сегодня так уж и плохо. Ну, что ж, Марат Эрикович, с наступившим новым 2022-м вас и службу, которую вы возглавляете, успехов, и пусть все будет все хорошо. Спасибо. Спасибо огромное. Если позволите, я тоже хочу поблагодарить всех наших доноров, в том числе, так сказать, все сотрудники станции переливания крови. В большинстве случаев тоже являются донорами, и они первыми приходят на помощь, так сказать, если что-то крайне необходимо, и если вам приходится ждать других доноров, которых привезут или которые приедут, то первыми приходим на помощь мы. Спасибо за встречу. Спасибо. Всего наилучшего. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня был Хапман Марат Эрикович, главный врач Ульяновской областной станции переливания крови. А мы продолжаем. Ну что ж, вот и заканчивается наша программа. И делает она это по традиции на мажорной ноте. Ну, естественно, мы говорим о праздниках. В США на них сегодня урожайный день. День пингвина, день любителей сыра, день диджея, и один из праздников даже можно нам взять на вооружение – день видеокамеры. Очень интересно. А еще праздник удивительных совпадений. Сегодня можно отметить и день прогулок на свежем воздухе. Тоже очаровательно. Очаровательно. Последний предлагаю отметить прямо сейчас, ведь время нашей программы подошло к концу. Да, но вот только напомним, что яркие цветочные композиции появляются в нашей студии все так же благодаря партнеру программы «Салону цветы и штучки». А если вы пропустили очередной выпуск «Утро с репортером», это легко можно исправить на нашем сайте www.reporter73.tv. Ну и связаться с нами по телефону так же просто. Звоните по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. На этом будем прощаться. Сегодня для вас работали мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. До встречи в эфире. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!